Добро пожаловать в Клуб Путешественников Автогода! В нашей огромной стране есть множество прекрасных мест для отдыха. Одно из самых любимых и популярных – это Черноморское побережье Краснодарского края. Мы отправляемся в Сочи, в Большой Сочи. Добраться в город-курорт можно авиарейцами из большинства российских городов. Можно поехать на поезде, ну а мы, конечно же, отправились на машине, потому что только за рулем вы получаете полную свободу передвижения и планирования маршрута, особенно если вы едете на таком комфортабельном и быстром автомобиле с повышенной проходимостью. Для этого путешествия мы выбрали новинку российского рынка – кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro. Автомобиль обращает на себя внимание стильным и современным дизайном. Все фары и фонари полностью светодиодные. Динамические поворотники оснащены анимацией, а противотуманки умеют подсвечивать повороты. Такой кроссовер будет уместно смотреться и на парковке у бизнес-центра, и у роскошного сочинского мор-вокзала. Если вы решите отправиться на машине в центральную часть Сочи, то стоит помнить, что с парковкой здесь все непросто. Найти место – это большая удача. Но! Если вы за рулем Cherry Tiggo 8 Pro и найдете хотя бы небольшое местечко на тесной улице, то вы непременно на него встанете. Потому что этот автомобиль, несмотря на большие габариты, оказался маневренным. Он легко протискивается даже в узких местах. Кроме того, он оснащен парктрониками спереди и сзади и четырьмя видеокамерами, которые работают в формате HD. Кроме того, есть 3D-режим, который позволяет вам как бы видеть свой автомобиль сверху. Морской вокзал для Сочи – это как Эйфелева башня для Парижа. Символ города и место притяжения туристов. Сюда обязательно стоит наведаться. Парадное здание в стиле сталинского ампира с 1955 года служило морскими воротами всесоюзной здравницы. К Олимпиаде мор-вокзал капитально отреставрировали. Вы увидите его во всей красе и наверняка сделаете пару фотографий. Кстати, именно здесь снималась сцена из знаменитого фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Семья провожает главного героя в роковой круиз, где Семен Семенович Горбункову предстоит стать контрабандистом по неволе. Пассажиров с чемоданами теперь здесь уже не встретишь. Большие теплоходы паркуются у другого причала. В здании мор-вокзала обосновались дорогие рестораны и магазины, а в бухте теперь марина – стоянка для яхты и катеров. Глядя на этих красавиц, по неволе замечтаешься купить бы такую. Но посмотришь на объявление и вспоминаешь поговорку. Если вас интересуют цена яхты, значит, вы не можете себе ее позволить. Впрочем, не обязательно покупать. Яхту или моторный катер можно взять и в аренду, чтобы полюбоваться видами на Сочи со стороны моря. Предложений много. А самый бюджетный вариант – это часовая прогулка на теплоходе «Догомыс». Посадка на него прямо рядом с мор-вокзалом. Морской воздух будоражит аппетит. И на центральной набережной есть много кафе и ресторанов. На самом мор-вокзале и поблизости десятки заведений. Что называется, на любой вкус и кошелек. А в поисках подходящего приятно прогуляться по набережной. Летом жизнь тут кипит почти круглосуточно, но и в другие сезоны скучно не будет. Когда путешествуешь по красивым местам, когда вокруг тебя пальмы, горы, голубое небо, хочется видеть этого как можно больше. И из Chery Tiggo 8 Pro делать это достаточно удобно, потому что ты сидишь высоко, посадка высокая, у тебя большие окна. Кроме того, в этом автомобиле есть огромная панорамная крыша. Это значит, что яркие впечатления будут получать и те, кто сидят во втором и даже в третьем ряду. В Сочи есть несколько больших парков. Практически в центре старого города находится ривьера с зоопарком, аттракционами и развлечениями для детей. Мы же отправились в сочинский дендрарий. Он тоже неподалеку. И это лучшее место, чтобы посмотреть на южную флору. В дендрарии тысячи растений, местных кавказских и со всего мира, от Северной Америки до Австралии. А по лужайкам разгуливают павлины. Если повезет, подойдут к вам поближе. Территория парка просто огромная. Это 50 гектаров на горном склоне. Если запастись водой и провиантом, здесь можно с удовольствием провести целый день. Устроить пикник, отдыхать, найти какие-то свои любимые уголки. Но есть и экспресс-вариант для тех, кто хочет посетить дендрарий без больших усилий и побыстрее. Можно подняться на канатной дороге, а потом уже спускаться вниз и пройти через весь парк. Из кабинки открываются прекрасные виды на город, море и всю округу. Поездка займет несколько минут, но наверняка запомнится надолго. А если хотите видеть еще больше красот природы, садитесь за руль. В окрестностях Сочи есть множество красивых мест. Водопады, пещеры, скалы. Тут все зависит от вашего свободного времени и физических кондиций, потому что ко многим местам приходится идти пешком, иногда даже карабкаться. Под капотом Cherry Tiggo 8 Pro установлен мощный бензиновый мотор объемом 1,6 литра. Он развивает 186 лошадиных сил. Впрочем, на таких вот горных дорогах с постоянным перепадом высот, с поворотами, важнее другая характеристика — это крутящий момент. И здесь его с избытком. 275 ньютон-метров, если говорить цифрами. Ну, а если говорить об ощущениях, то любителям активной езды этот автомобиль должен прийтись по душе. Разгон до сотни занимает менее 9 секунд. И радость Tiggo 8 Pro приносит не только на асфальте. Мы убедились в этом по пути к Ореховскому водопаду. Часть маршрута нам пришлось преодолеть по плохой дороге, а иногда и по воде. С такими условиями кроссовер Cherry справляется легко и уверенно. Дорожный просвет составляет достаточный 19 сантиметров. Путешествуя на этом автомобиле, вы сможете посетить больше интересных мест. Итак, Ореховский водопад — один из самых больших в районе Сочи. Вода падает с высоты в 28 метров. В летнюю жару здесь можно наслаждаться прохладой, а зимой и весной водопад наиболее полноводен. В этих местах растет огромное количество лекарственных растений, которые выделяют фитонциды. Так что здесь, говорят, даже просто дышать особенно полезно. Места отдыха есть на обоих берегах реки, но в дождь лучше на другую сторону не переходить. Уровень воды может резко вырасти. Не зря эта река называется «Безуминка». Если захотите оказаться в подземном царстве, отправляйтесь в Воронцовские пещеры на территории национального парка. Вход только с экскурсоводом, иначе можно и заблудиться. Общая длина лабиринтов около 12 километров, но для туристов проложен более короткий маршрут, на котором вы увидите самое интересное. Сталактиты, сталагмиты, сталагнаты — гид вам все расскажет и покажет. Но к такому походу нужно подготовиться. Температура воздуха в пещерах не поднимается выше 12 градусов. Еще одно интересное место — Орлиные скалы в Хостинском районе. Чтобы забраться сюда, придется пройти пешком минут 30-40. Преодолев нелегкий путь, вы будете вознаграждены красивыми видами со скалы. А самый простой и быстрый вариант насладиться панорамой с вершины — это заехать на машине на гору Ахун. Смотровая башня из белого камня напоминает средневековые замки, хотя построена была в 1936 году. Со смотровой площадки на горе Ахун можно увидеть панораму на десятки километров, но далеко не всегда. Дело в том, что в Сочи зачастую бывает низкая облачность. И вот вам простой лайфхак. Когда вы находитесь на побережье, посмотрите на башню Ахун. Если вы ее видите, значит и с нее открывается чудесный вид. Если нет, то уж извините. Впрочем, здесь интересно побывать в любую погоду. Даже такую, как сейчас, когда прямо через башню, через нас проходит очередное облако. Кстати, в разных районах Большого Сочи погода может сильно отличаться. В одном месте облачно, а в другом в это же время светит солнце. На горных серпантинах проявляется еще одна сильная сторона автомобиля Cherry Tiggo 8 Pro. Это эффективная тормозная система. Водителю удобно управлять замедлением. Кроме того, на длинных затяжных спусках можно включить передачу и использовать торможение двигателем. А в случае экстренного торможения, если водитель недостаточно сильно нажимает на педаль тормоза, то активируется гидравлический ассистент. По красивому курортному проспекту катим вдоль побережья. Наша цель – Адлерский район. Когда-то он славился самым большим числом санаториев на всем побережье, а теперь известен на весь мир своим Олимпийским парком. Здесь расположены несколько стадионов, в том числе красивейший фишт, где проходили церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады 2014 года. А еще здесь находится знаменитый автодром, где проходит российский этап королевских гонок «Формула-1» и еще множество различных спортивных соревнований. Кстати, на этой трассе можете попробовать свои силы и вы, например, в качестве пассажира гоночного такси. Олимпийский парк привлекает не только спортивными мероприятиями. Здесь находится один из крупнейших парков-аттракционов с 60-метровым колесом обозрения и множеством развлечений для детей. Кстати, на входном билете можно сэкономить, если прийти сюда в день рождения. На территории Олимпийского парка расположены несколько музеев и выставочных центров. Мы посетили экспозицию на первом этаже главной трибуны Сочинского автодрома. Здесь представлены удивительные, а порой уникальные экземпляры. Это спортивные автомобили из разных стран, эффектные американские ретро-модели, машины, которые мы знаем по культовым кинофильмам. Например, вот такой DeLorean из «Назад в будущее» или то, что осталось от внедорожника Lamborghini после съемок сериала «Бригада». Есть такой стереотип, мол, автомобили больше интересны мужчинам. Но этот музей не только для мальчиков в возрасте от года до 100 лет. Здесь очень много женщин, и мы видим, как им тоже интересно. Они улыбаются, фотографируют. И понятно, ведь здесь так много машин, которые создают ощущение праздника. По Олимпийскому парку можно пройтись пешком, прокатиться на своей машине или взять экскурсию. Струи воды взмывают на десятки метров под аккомпанемент известных классических и эстрадных мелодий. Кстати, из Адлера начинается дорога к горному олимпийскому кластеру. В Красной Поляне, к знаменитым горнолыжным курортам и другим интереснейшим местам, о которых мы расскажем во второй части нашего автопутешествия по Большому Сочи на новом кроссовере Cherry Tiggo 8 Pro. КОНЕЦ